здравствуйте друзья продолжаю чтение своего романа корреспондент фантасмагория публиковано self-pub последняя редакция в 2018 год итак часть 4 я прошел еще час но не встретил жилья на берегу озеро было большое изгибалось за поворотом так что я не знал где она кончается солнышко пригрела и не растаял вместе с теплом оживился и гнус единственное что радовало так это приближающаяся зима уж лучше умереть от холода чем от укусов мошки и мокреца которые высосут из меня всю кровь кое-где я шел по камням и по колено в воде так как заросли буреломы не давали мне идти поверху ничего разведу костер высушусь думал я пока я шел я видел ягоды и грибы хотя я мало в них разбирался но ягоды я попробовал и это была красная смородина и голубика как потом выяснилось а грибочки давали мне надежду сбежать голодной смерти оставалось только их зажарить так как живот мой давно уже начала подводить ведь я даже чаю горячего не хлебал сутки найдя ровное место на берегу я торопливо бросил вещи вася в свой и свой узелок с грибами первым делом я развел огонь с дымокуром отогнав мошку и огляделся одними грибами не наешься нужна рыба привязав нож к палке шнурками из васиных ботинок я соорудил копье или гарпун можно было попробовать подцепить озерную рыбу ее плескалось много в камнях на берегу похоже было на форель или даже таймень выбрав валун поустойчивее я внимательно наблюдал как рыбешки плещутся подо мной пока наконец не выбрал одну ткнул ее своим гарпуном и промазал копье соскочило вниз я потерял равновесие на камнях и плюхнулся в воду по пояс по счастью я не потерял копье с ножом выбравшись на берег я решил развести костер и просушить одежду зажигалка на этот раз работала исправно сухой лишайник с березовой корой задынили а ножик помог нарубить мелких веток не поранив рук для этого я использовал колотушку небольшое круглое бронушка сантиметров 10-15 в диаметре ставишь нож на нужный тебе полено или ветку и долбишь аккуратно колотушкой по обуху ножа с армянских времен я знал что так можно перерубить и дерево бобры тоже точат помаленьку но эффективно главное долбить не слишком сильно чтобы нож не развалился посидев у костра в окружении развешанных на палках вещей а все же продолжил свою рыбную ловлю медведи ловит рыбу лапами какого черта я не могу я пошел босиком для устойчивости чтобы не мочить ботинок напялил только верхнюю одежду на туловище чтобы окончательно не замерзнуть от голода я стервенел и мои движения были точны и расчетливы был похож на машину использующую свои последние ресурсы и от того действующую четко и без отказа подумаешь сутки не ел устраивал же я в студенческие годы над собой эксперимент когда не ел 9 дней а пил только апельсиновый сок это изредка для этой цели я поселился у друга чтобы было веселее и не докучали родственники друг был верующий посты соблюдал так что для него это затея была по вкусу он жил один на краю москвы в двушке у меня был тогда духовный кризис я пережил несчастную любовь в институте на журфаке и как все молодые максималисты пришел к выводу что я недостаточно духовен вот когда я заколюсь как сталь только не коммунистическая религиозная тогда уже никакие женщины не смогут оказывать у меня такого пагубного влияния мне было лет 25 организм был молод и крепок я знал что люди не едят и по 40 дней как христос пустыни или какой-нибудь поль брэк который якобы таким образом излечился от рака я читал его книгу о лечебном голодании и выработал себе правило устраивать раз в неделю разгрузочный день только у меня это было с религиозным подтекстом я не ел с вечера пятницы до полудня воскресенья можно сказать что это соответствовало времени погребения христа так я продержался года полтора и признаюсь духовно меня это очень возвышало толку правда от этого было мало мои проблемы оставались моими проблемами а девушка из института все не бросалась мне на шею когда мои потуги обратить на себя ее внимание зашли в окончательный тупик тогда я решил уйти на дно как говорится взяв с собой только псалтирь и евангелие я затворился в квартире друга ничем его не беспокоен вдруг в это время как раз постился так как был великий пост но он-то ел свою капусту с грибами и картошку селедкой я же не ел ничего то есть совсем ничего когда организм день на третий приобрел некую невесомость и мысли очистились не только от моей возрубленной вообще от всяких женщин я стал пить по стакану апельсинового сока в день это давало мне хоть какие-то силы думать и читать на пятый день я почувствовал что уже слегка летаю по квартире то есть приближаясь к состоянию духа пощение мое сопровождалось чтением духовной литературы из которой я особенно читал молитва слов без разбору на седьмой день мне уже начали открываться судьбы мира а после девяти я почувствовал что достиг седьмого неба единственное не знал как оттуда слезать обратно на землю я еле добрел до церкви как тени исповерился священнику не применув упомянуть что я девять дней не ел что совсем ничего вытаращил он на меня глаз совсем ничего только сок пил по стакану в день гордо заверил я а что же ты молился при этом да батюшка читал пасхальный канон все время икая каша у тебя в голове какой же нынче пасхальный канон кто же его сейчас читает теперь еще пост они пасха нынче покаянный канон читать надо или иисусу сладчайшему или к пресвятой богородице ангелу хранителю а ты что же я был удивлен что мой девятидневный подвиг не был оценен по достоинству батюшкой а только лишь неправильные молитвы вызвали его возмущение он впрочем не зло меня пожурил отпустил грехи и отправила своя си наказав есть помаленьку и не самоволенчить голоданием а то подпаду под бесовские чары батюшки я не стал говорить что под бесовские чары одной красавицы я уже попал к тому времени а таким образом хотел как раз от них избавиться но раз батюшка сказал я решил больше не голодать подумав про себя правда что батюшка недалек раз не оценил по достоинству моего голодания да и какая разница какие молитвы читать не все ли они об одном и том же в конечном счете нет глуповат батюшка крамольно подумал я тогда не к тому пошел на самом деле он отчитал меня правильно насколько глубоко тщеславия способна слить себе гнездов в человеке ради него можно не есть неделями так что голодать я привык и дольше только вот раньше я не падал с вертолетом в озеро и не боролся за выживание в сибирской тайге сил я потратил много и мне требовалось подкрепление десять минут усилий и мои молитвы были вознаграждены две тушки форели должны были составить мне обед а заодно завтрак и ужин я подкинул в костер несколько еловых шишек для запаха пока рыбины коптились вместе с грибами навокнутых в землю палках я как кабан на карачках объедал тут же найденный куст красной смородины она уже была прибита морозцем потеряла кислоту больше наливая сладостью что было особенно вкусно вещи вася высохли я напялил на себя его свитер был мне слегка мало но все равно мне стало заметно теплее форель просто тайла во рту жаль не было соли я уже замыслил рецепты запекания и с ягодами не обещу и котелок для ухи и воды а то приходилось бегать к берегу с салфановым пакетом и вливать в себя через бандану озерную воду заморев червячка я стал думать как бы сделать какой-нибудь удило чтобы не лазить босиком в холодную воду что же у меня был нож я выточил ему с толстой палки острый зубец наподобие крючка с зазубриной и загнутым основанием в котором проделал дырку далее нужна была леска для этого пригодился вася на операторский жилет он был из непромокаемой ткани что-то типа лавсана я стал аккуратно распускать его по нитке пока не связал прекрасную леску метра полтора в длину прикрепив ее к крючку я навесил туда и замок молнии жилета получилось нормальное грузило удочка была готова оставалось только накопать ножом червей и жуков я поднялся к корням деревьев и наполнил червяками пустую пачку из-под сигарет дело оставалось за малым закинуться ко мне эту удочку в воду и ждать через 15 минут у меня было еще 10 рыбин которые я тут же и закопил день перевалил за половину и мне предстояло проделать вчерашнюю процедуру по отогреванию земли для ночлега теперь у меня был нож сколотушка я решил немного усовершенствовать лежанку я развел костер побольше и стал ждать пока дрова не превратятся в уголь для этого я разметал его на два квадратных метра а чтобы не очутиться в полной темноте когда этот костер догорит я метров двух развел второй поменьше когда угли большого костра про прогорели я разгреб их по сторонам а на согретом месте вогнал в землю две жерди сантиметров 10 в обхвате и на расстоянии метров двух друг от друга оставив над землей примерно по по метру к ним с подветренной стороны я приторочил две наклонные жерди для этого использовал два сука с рогачинами на торце которыми они упирались мои вертикальные сваи на наклонные жерди я уложил горизонтально на расстоянии сантиметров 30 друг на другом три ветки который скрепил с наклонными жердями лавсановой нитью добытой из операторского жилета оставалось только закидать днище и стенки лапником лес был вокруг смешанная на рубил сучья с листвой и хвойные ветки хвою я уложил на дно так как она плотнее лучше держит тепло а на стенке накидал все подряд там где надо в местах скрепления свай с боковинами я перевязал лавсановой нитью для крепости отличная лежанка была готова метрах в двух перед ней я соорудил костер надью из двух бревен который закидал смолистым лапником дым иногда ел глаза но это лучше чем если бы их ел гнус смеркалось я съел еще три рыбы оставалось еще штук пять оставить их до утра это значит подманить медведей который заодно задерет и меня тогда я упрятал их целлофановый пакет дополнительно замотал операторским жилетом и положил в ямку завалив еловыми ветками чтобы отбить запах медведь вообще может выйти на костер из любопытства нет ли чего полакомиться а уж если пахнет копченой рыбы он и на базы геологов заглядывал нам рассказывали так что держи ухо востро хорошо что у меня теперь было самодельное копию его я тоже усовершенствовал я сделал выступ на половину торца толстого сука сантиметров 5-6 чтобы нож крепился к плоскости а не к окружности ствола да к тому еще упирался рукояткой в ствол при тычковом ударе а не скользил вдоль получилось действительно надежнее чем было раньше я порадовался своей сообразительности теперь если зверь подойдет ночью я так просто не стану ужином была бы проволока я бы примотал нож понадежнее а так пришлось крепить его шнурками из васиных ботинок и лапсановой нити медведю такая рогать навряд ли опасно а вот волку ли рыси повредить может я сел у костра с копьем в руках и задумался каждый день проводить так скоро будет нельзя пройдет неделю максимум две и придут холода снег не будет таять а я не смогу постоянно поддерживать огонь у меня и сейчас ты руки мерзнут по ночам хорошо еще эти тонкие перчатки есть но они почти не согревают конце концов может пойти сильный дождь что я буду делать тогда а если поднимется ветер вряд ли моя лежанка выдержит надо искать крышу но где я почти не надеялся что меня здесь будут искать мы отклонились от маршрута вертолета на 50 километров к северу они ведь и понятия не имеют что мы оказались здесь будут искать вдоль трассы на вановару конечно затем может быть расширит но если у них для этого средства пожалуй надо оставлять костры двигаться вдоль берега озера больше костров больше надежды что увидят я лег на согретую землю напялив на себя всю одежду и держа в одной руке копье к ночи ветер усилился и снова полетели дождевые капли лапника я набросал побольше и в мое убежище вода пока не проникала под мерный стук редких капель я и заснул проснулся я на рассвете от того что рядом с лежанкой слышались какие-то звуки я прислушался мне показалось кто-то чавкал и рыл лапами я сел и перевел свое копье в боевое положение высоты лежанки было достаточно чтобы развернуться на карачках и аккуратно высунуться наружу вокруг снова выпал и не на траву а чавка не раздавалась где-то сзади костер давно догорел и чернел остывшими углями лишь и не обошел его стороной я повернул голову и увидел за надеей там где я закопал рыбу крупного волка с удовольствием поедающего мой улов он размотал операторский жилет порвал пакет и выпотрошил оттуда всю рыбу больше всего я испугался за жилет что он его разорвет или как-то испортит тогда я лишусь запаса лески и прочной нити я встала весь рост и свистнул держа копье на боевой изготовке волк посмотрел на меня я складился шерсть на холке вздыбилась рыкнув он показал немалые клыки слегка прыгнул холку а ну давай отсюда сказал я осторожно и потряс копьем расстояние между нами было три-четыре метра далее произошло то чего я совсем не ожидал волк в один прыжок оказался у меня на груди передними лапами а челюсть его класснули прямо перед моим лицом мигом раньше я на автомате всадил что из силы копье в его грудь а сам упал под тяжестью удара волк попал на копье и с моим падением полетел и сам описав дугу и свалившись в бок всей туши килограмм на пятьдесят раненый однако но не убит он вновь накинулся на меня все что мне оставалось вдарить ему кулаком как следует в челюсть а при следующей атаке просто схватить его за горло и придушить других приемов у меня не было я сжал его горло стальной хваткой руками в рабочих перчатках пока он не окалел здоровая туша матерого одиночка лежала на земле а я все еще не мог оправиться от шока забрав остатки жилета и оставив рваный пакет на месте с недоеденной рыбы я схватил свое копье и пошел вдоль берега предварительно вновь разведя костер для ориентира моя ошибка с закопанной рыбой могла стоить мне жизни если бы это был медведь или стая волков все могло быть и хуже пройдя еще с пару километров вдоль берега я остановился прямо по курсу я увидел пни с ровными спилами вот это уже было интересно кто-то здесь пилил дрова вокруг лежал прошлогодний щебень вероятно экспедиция геологов проходила здесь в прошлом году а может и жила неподалеку от распила я заметил совсем узкую тропинку и пошел по ней продираясь сквозь кусты я вышел к сортиру да это был отдельно стоящий сортир типа деревенское очко крашенный в синюю краску и сколоченный с досок наверное меньше всего надеешься встретить в тайге деревенский сортир но именно это со мной произошло это был именно он обыкновенный деревянный сортир радости моей не было предела я готов был его расцеловать ведь это означало что прямо за ним невдалеке где-то человеческое жилье и действительно изба показалась из-за зарослей метрах в пятнадцать и от этого чуда деревенской архитектуры от туалета к ней вела отчетливая тропа изба выглядела жилой дверь была закрыта напильником продетым через скобы ручек дополнительно напильник укрепляли вбитые загнутой грузии что шостро умно человек откроет а зверь нет взяв полено из мокрой поленица рядом я без труда эти гвозди сбил стены были из мерного кругляка довольно плотно пригнанного и значит изба теплая хотя войдя внутрь я обнаружил что температура здесь примерно такая же как и на улице что и понятно не топили здесь давно внутри просторные полутемные помещения швы были заделаны строительной пеной людей не было но изба явно обжита в углу большая печь буржуйка струло с трубой уходящий через крышу наверх щевень и дровишки набросаны рядом маленькое окно крестом перебиты железной арматурой чтобы медведь не совал морду рама тоже укреплена алюминиевыми пластинами над столом у окна приторочно небольшое зеркало впервые за несколько дней я увидел свою усталую физиономию не был похож на фантомаса от укусов мошки лицо опухло с легким рассечением на лбу которую еще не успела зажить я смахивал на профессионального боксера получавшего по морде в шести раундах подряд я вышел на оружие позвал людей никто не ответил что ж это ладно это уже крыша над головой защита от волков и медведей в небольшое окно проникал свет и я постепенно огляделся в избе в емкостях в углу я нашел керосин который определил по запаху у окна большой стол на котором были разбросаны листы похожие на карточки исписаны мелким текстом как мне показалось по-итальянски также там лежала свернутый в рулон карты здешних мест большого масштаба на которой я сразу нашел свое озеро на карте лежали линейка и карандаш в углу стояли не то какие-то приборы не то аккумуляторы неизвестно для чего у дальние отходы стены проглядывались широкий палате на которых могло разместиться человек шесть на полке у стола котелки ложки с вилками широкий кухонный нож веревка и пара катушек какого-то кабеля там же были пачка соли и сахара а также муки вот это здорово обычно охотники оставляют еду в зимове но здесь ведь были геологи на крючках висели на комарники и старая куртка в углу была пара болотных сапог мышиный помет топор и одноручная охотничья пила последние были очень кстати кстати были котелки теперь если буржуйка исправно я смогу варить пищу в котелках и хранить на воду на чердаке оказалась трехлитровая пустая банка веревка и ведро в углу шуршала мышь а за окном висел термометр сейчас он показывал плюс четыре градуса все это было очень хорошо настоящий зимовье при наличии еды здесь можно легко перезимовать сразу я сходил с ведром за водой на озеро чтобы вымыть ведро набрать воды и прокипятить ее на прибитые над палатами полки я нашел несколько книг опять же на итальянском одну из них я узнал сразу данте алигери похоже здесь жили все-таки итальянцы они японцы может наш пилот что-то перепутал первым делом я попытался разжечь печь и данте алигери мне здесь пригодился уж извини великий классик твоя бумага была наиболее мягкая широкая пару листов смоченных керосином дали неплохой результат и щепки в углу пошли в ход во дворе была сложена поленицу дров которые конечно отсырели но вынув пару березовых чурбаков из середины я поработал топориком и топливо было готово через пять минут из дымохода шел синеватый дым протопив избу я согрелся и почувствовал комфорт к сожалению в избе я не нашел никаких рыбацких приспособлений вероятно спиннинги итальянцы забрали с собой зато внизу оказался погреб с остатками льда в нем две бутылки водки и банок 5 тушенки ну что ж спирт мог пригодиться для дезинфекции ран что я и проделал со своей царапиной на лбу а тушенку я воспринял как праздник был конечно соблазн тяпнуть 150 200 грамм водки но организм мой был ослаблен я боялся потерять контроль заснуть не вовремя предстояло еще обжиться и приготовить еды я открыл своим ножом тушенку с удовольствием опустошил пару банок теперь можно было и уху варить благо соль в избе было я все думал не придет ли кто уж больно обжита была изба но никто не пришел спать на дощатых палатах оказалось делом непростым пару полини в головах я накрыл найденной в избе старой курткой вместо подушки а вместо одеяла использовал свою но твердая постель заставила все тело на утро ныть так будто меня пинали ногами или дождавшись утра я набросал побольше лапника на полоте чтобы было хоть какое-то подобие мягкости пусть иногда иголки и втыкались в руки довольно скоро я услышал подтверждение тому что на чердаке есть мыши одна или две но ловить их мне было лень мои съестные припасы были скудны и все перед моими глазами а в погреб мышь не заберется наверное они подъедали остатки рассыпаны на чердаке крупы я провел здесь неделю и температура по ночам опускалась ниже ноля машка и гнус исчезли совсем даже у воды поздняя осень вступила в свои права деревья все пожелтели в хорошую погоду когда было солнечно красивейшие пейзажи открывались передо мной просторная гладь озера была обрамлена золотящимся лесом туманы по утрам стояли долго воздух наполнялся прозрачной свежестью и прелой листвой а где-то в лесу гулку ухали глухари и совы первый раз после катастрофы я как-то расслабился и даже стал получать удовольствие от этого невольного уединения прибрежной заводе каждое утро я обнаруживал корку льда крючок я теперь сделал из медного кабеля оставшегося после итальянцев форели щука иногда попадали ко мне на стол из под коры деревьев я доставал жирные личинки жуков на которые был отличный клев рядом с избой я нашел термитник корняк деревьев насекомые послужили мне хорошей приправой всего-то надо было растолочь их в котелке в однородную массу и высушить на солнце этим порошком я заправлял уху все равно что твой перец было только две проблемы хотелось курить и мясо не было никаких жиров так что я начал терять вес что ж может оно и к лучшему думалось мне килограмм десять вам не точно было лишних с куревом я решил завязать так как давно собирался а с мясом предстояло что-то придумать тушенка давно уже кончилась охотиться с одной рогатиной было тяжело я рассыпал на пне калину соорудил петлю за мануху и ждал в кустах когда появится тетерев или рябчик это было довольно идиотское занятие пролежав час в зарослях камыша я наконец увидел рябчика он важно приземлился на пень и начал склевывать красные ягоды посматривая по сторонам я от напряжения вылупил глаза и что и силы дернул за веревку рябчик конечно вспорхнул и улетел чертыхался я долго пока наконец мне не пришла идея сделать элементарный лук но это оказалось не так просто изготовлению лука у меня ушла неделя пару раз я ошибся с деревом она была либо слишком тонкая либо слишком влажная и то и другое значительно ослабляла натяжение тетивы наконец я все-таки нашел сухой можжевеловый куст с веткой достаточной толщины обстрогав ее со всех сторон я сделал ветку почти идеально гладкой концы я утончил дополнительной шлифовкой так что лук стал конусообразом в оба конца с торцов я сделал насечки для тетивы а в середине нарезал гофру подхват пальцами и вырез под стрелу чтобы она не сваливалась при натяжении тетиву я сделал из лавсановые нити заплетяю тройной косичкой так чтобы она стала плотной и крепкой стрелы оказались тоже делом непростым идеально ровные ветки надо было обстрогать до гладкого скольжения оперение из перьев того же рябчика я приклеил сосновой смолой а в наконечники пошли нарезанные куски от консервных банок я загибал их кругом и всаживал в них наконечник стрелы предварительно закалив его на огне гвозди который я наковырял из досок на чердаке тоже пригодились я прикрутил их стрелам проволока из кабеля получился целый колчан стрел его я сделал из широкого и длинного куска бересты сложив его пополам и перезав паре мест бичевые которые нашел на чердаке лук был готов с таким оружием можно было уже охотиться и на дичь и на средних млекопитающих например защититься от волка или даже медведя постреляв по дереву чтобы набить глаз я вновь проделал тот же номер с глухарем только без петли когда он появился в этот раз а теперь прошло полчаса я медленно прицелился из кустов и пустил стрелу хороший самец килограмм на пять был пробит до середины пару раз трепыхнулся я колел я не люблю охотников которые убивают зверей просто так ради забавы вот ради пропитания то другое дело мысленно попросив прощения глухаря я уже представлял как буду жарить его на вертеле во во дворе избы позже я узнал что точно так же поступают и венки разговаривает с убитым зверем просит у него прощения откушал я его с большим удовольствием приправив сушеными термитами солью я научился варить щи из крапивы собирать ягоды для компота и браги до браги потому что у меня трехлитровый банка на чердаке и сахар находить съедобные грибы а также кедровые шишки и выколупнуть из них орехи ради этого я взял открытую бутылку водки заправил внутрь кедровых орехов чтобы настоялась кедровая сосна была везде я уже слегка и поисследовал окружающий меня лес я шел подбадривая себя криками и песнями чтобы отпугнуть возможного медведя несколько широких следов я уже находил в лесу вооружившись рогатиной луком я ходил километра за два своего жилья северо-западу метров двухстах я нашел небольшую скалу и ручей там я стал набирать воду в ведро чтобы не кипятить каждый раз озерным так я прожил до конца октября листва уже вся облетела за исключением хвойных температура и днем уже была ниже ноля повсюду тонким слоем лежал снег озеро стало покрываться коркой льда и она уже не таяла я подумал как буду ловить рыбу когда вся поверхность покроется метровым слоем льда рубить топором прорубь а вдруг не получится тогда я решил наловить побольше рыбки и завалить ей погреб со льдом этим я и занимался три дня на колонна наловив около сотни я загрузил их в свой морозильник этого было конечно мало но я тешил себя надеждой что к зиме на ловлю еще как бы я не старался вопрос передо мной стоял простой он постоянно сверлил мне мозг как я буду отсюда выбираться не сидеть же целый год в ожидании геологов которые еще может и не прилетят у меня была карта я примерно знал где нахожусь и венки суровый край температура зимой до минус 60 самая низкая плотность населения в стране здесь же и географический центр огромной россии болото и леса я где-то между реками чуни и под каменной тунгусской иди за 200 километров и никого не встретишь я приблизительно представлял себе где какая страна света и бы это не сложно было определить по расположению озера она вытянулась с севера на юг и что самое смешно я даже знал в какой стороне вы наварой сколько до нее идти всего-то 60 километров какие-то три дня пути проблема была в одном у меня не было ни компаса не навигатора идти наобвом в каком-то направлении по тайге в октябре где ночью уже минус 10 и где не знаешь местности смерти подобно достаточно сбиться с курса на пару градусов и уйти туда куда макар телят не гонял ну или просто провалиться в болото припорошенная снегом наткнуться на медведя один на один тоже элементарно если вообще не пойду кругами как ходит по лесу 99 процентов горожан типа меня лучше уж сидеть на месте жечь костры и варить уху пищевые отходы я сжигал или выбрасывал в озеро чтобы не подманить зверей я начал ставить засечки на стене чтобы не сбиться в календаре не потерять счет времени буржуйка топилась исправно в избе было тепло одной растопки вечером хватало на всю ночь жаль стала рано смеркаться и в свете тусклого фонарика атмосфера была не очень веселой бывало сидишь в избе а за окном проливной дождь осенний ветер жрет и чтобы сказать человечеству какое-то свое неведомое доселе слова когда я чувствовал как идет время и что оно всегда одно и то же и век проходит за веком а ничего не изменится на земле я буду всегда здесь сидеть и всегда буду один в этой избе посреди необитаемых планетах тоска накрывала меня когда в дни бесконечных дождей я брал исписанные итальянцами листы и на обратной стороне писал карандашом свои заметки я просто пытался вспомнить все что произошло со мной в жизни самых первых дней что помнил себя и до дни нынешних какие-то эпизоды проблески света памяти память фотографично ей не надо смысла просто как на фотопластине запечатлевается та или иная сцена жизни почему именно она неизвестно тогда щелкнул какой-то затвор в мозгу и это осталось а что было на следующий день или в следующие 10 минут память уже не в силах воспроизвести вот я иду с отцом первый раз в детский сад мне четыре года надо всего перейти через сквер так как дом наш рядом она c белая рубаха он держит меня за руку я не помню что было дальше в этот день или накануне не таких сполохов памяти ко мне приходит несколько помню себя восьмом классе к когда тяжело было учиться в этой английской школе потому что много задавали я знал что на следующий день контроля по математике надо к ней готовится и от нее зависит моя четвертная оценка а мне так не хочется учить эти дурацкие формулы а тут еще случайно порвал штаны от школьных форм скатывался по перилам задел что-то огромный синий лоскут свисает задница мама будет ругаться и так не все это надоедает что я реву на взрыв упав на родительскую кровать и жизнь мне кажется невыносимо тяжелой я записывал эти консервы памяти чтобы только занять себя чем-то долгими осенними вечерами пока не списал все листы я даже думал что делаю какую-то важную нужную другим людям работу и в самом деле уйдет человек а с ним и его консервы памяти исчезнут навсегда а ведь это несправедливо и люди так наивно полагают что вся их память останется другим а это не так нет все умрет вместе с нами и наши мысли и в сполоке фотографической память память еще надо воскресить записать и пока я вспоминал свою жизнь время текло незаметно если бы я еще мог читать по итальянски я бы перечитал эти книги что стоят на полке но я не мог на этом дорогие друзья я заканчиваю чтение четвертой части своего романа корреспондент фантасмагория издание издательство self-pub 2018 год желаю вам всего хорошего всего доброго до новых встреч субтитры добавил DimaTorzok